Смотрите в выпуске. Верховный суд Башкирии оставил в силе приговоры Юрию Шевчуку о дискредитации российской армии. 19 декабря на очередном оперативном совещании радио Хабирову доложили, что в Меякинском районе только к 25 декабря откроют ледовый городок. Озвученные сроки главу Башкирии не устроили. Почему так поздно 25 декабря? Там Новый год уже кончится, разберитесь. Давайте после Нового года откроем городки. Немедленно сегодня займитесь и так далее. О главе Меякинского района. Я прошу этим заняться. Наверное, есть объективные причины, что это не успели тогда, но это неправильно. Это неправильно. Завершая совещание, Хабиров обратил внимание на непогоду. На республику обрушился мокрый снег, а на дорогах образовался гололед. Глава Башкирии дал поручение ограничивать движение транспорта, если такую необходимость будут диктовать погодные условия. Ваша задача простая. Не смотреть на погоду, а обеспечить транспортную доступность. Но в то же время, когда вы поймете, что это невозможно или опасно для вождения, для автотранспортных средств, для вообще езды, останавливайте и так далее. Такой опыт у нас есть. У нас непростые погодные условия. Артур Бигнов, Телеканал ЮТВ 19 декабря в здании Верховного суда Республики было много журналистов. Башкирская Фемида рассматривала апелляционную жалобу по делу лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Напомним, летом Советский районный суд Уфы признал рокера виновным в дискредитации армии России за его высказывание на майском концерте в Башкирской столице. Шевчук был оштрафован на 50 тысяч рублей. Музыкант не согласился с таким решением. Намеренно обжаловать решение, использовать все правовые средства, которые доступны сейчас у нас. Адвокат Шевчука попросил Верховный суд отменить решение Советского районного суда Уфы. По мнению защитника, оснований для возбуждения административного дела не было. Также он считает, что была нарушена территориальная подсудность. Ведь дело рассматривалось в Уфе, а не в Санкт-Петербурге, где проживает Шевчук. А при составлении протокола допущены ошибки. Действие защиты оставляет рассмотрение. Эти вопросы рассмотрения суда помогают ему удовольствия. Представители полиции попросили оставить решение суда в силе. По их мнению, в деле имеется состав правонарушения. А протокол составлен верно. Подробно изложены все этапы, связанные с непосредственным уведомлением Шевчука уходили на рассмотрение как самого дела административного правонарушения, как и до направления его к суду. И вот судья возвращается из совещательной комнаты. К слову, на рассмотрение жалобы времени ушло меньше, чем журналисты потратили на ожидание самого заседания. Оно началось двухчасовой задержкой. В отношении Шевчука Юрия Юлиановича оставят без изменений жалобного защитника перед рука, без удовлетворений. Верховный суд республики оставил решение районного суда без изменений. Таким образом, оно вступает в законную силу. Но такой итог не устраивает ни Шевчука, ни его защиту. Мы не собираемся сдаваться. Планируем в дальнейшем прибегать ко всем способам защиты, которые у нас есть. Для начала это Шестой Конституционный суд общей резиденции и, вероятнее всего, Европейский суд по правам человека. Минусовая температура никогда не останавливает любителей зимнего плавания от очередного заплыва. 17 декабря в Нефтекамске прошел второй открытый чемпионат города и Кубок Республики Башкортостан по зимнему плаванию. На соревнованиях более 70 участников из разных регионов России сделали очередной шаг навстречу своему здоровью. Мы хотим показать людям, что холод на самом деле не так страшен, что если человек будет закаляться ежедневно, холодный контраст и душ, а потом, допустим, переходить уже на открытые водоемы, то можно быть здоровым и не болеть в принципе никогда. И вот это главная цель наша донести до людей, что закаливание это доступно, бесплатно, оно не требует каких-то вложений и любой человек может получать от этого здоровье и пользу. Наш город славится спортивными мероприятиями, различными мероприятиями, вот такими интересными, ну может быть даже и необычными мероприятиями, зимними мероприятиями по плаванию. Ну пропаганда здоровья в жизни в первую очередь. Участникам соревнований предложили несколько дистанций – 25, 50 и 100 метров. Стиль плавания варьировался от заплыва к заплыву. Также на площадке установили теплую раздевалку, сауны, полевую кухню. Но, как признаются сами пловцы, это все лишь приятное дополнение. После выхода из воды никто не мерз. Температура воды плюс 1 градус, она активизирует твой организм. Ты на адреналине плывешь и испытываешь какие-то другие эмоции, не такие как в бассейне. Решил для себя открыть что-то новое, потому что я занимаюсь спортом и решил для себя открыть плавание, зимнее плавание. Ну я каждое утро прибегаю сюда, здесь окунаюсь, плаваю и бегу обратно в Березовку. Но меня каждый день это побуждает, это драйв, это адреналин и это заряд на весь день энергии. Партнером проекта выступила компания Уфанет. Кроме информационной поддержки, ее сотрудники организовали развлекательные площадки для детей. Мы стали участниками данного мероприятия, именно как информационный партнер в первый раз. Вообще компания Уфанет очень давно поддерживает наших коллег, друзей из клуба закаливания в Уфе, в Октябрьском, в Селитамаке. И вот в первый раз, наверное, мы вышли на уровень Нефтекамска, что в Нефтекамске начало тоже такое движение происходить на регулярной основе. И я лично тоже плыву сегодня на это мероприятие. Это не безумие на самом деле, это такой выход из зоны комфорта, который позволяет очистить разум, успокоиться и сделать какой-то просто шаг вперед. На встречу твоему здоровью, в первую очередь. И на встречу новым каким-то мыслям и ощущениям. Я окунаюсь 19 января более 10 лет, но и умею плавать. И коли Олег Галифорин предложил такие соревнования, решила попробовать. Но вот, вы знаете, вот эти внутренние ощущения поймет только тот человек, который это сделает. А не попробовать, ты просто не поймешь. Говорить бесполезно. Здесь вообще вода мягкая, прям вот, ну, приятно плыть вообще. Классно. У нас в Самаре поскромнее надо как-то. Мы вот приехали как раз опыт перенимать. Вот, будем что-то планировать, думать в Самаре тоже. По словам самих моржей, большинство из них начинали процесс закаливания с контрастного душа и редких окунаний. Поэтому сейчас холодной проруби не боится никто. Но, как говорят организаторы, заниматься зимним плаванием может любой желающий. Для этого есть все условия. Тут есть теплая раздевалка, дежурный и сауна. Человек может прийти любой, раздеться, погреться в сауне. И прорубь готова, там дежурный дежурит. Она работает бесплатно для всех жителей с 7 до 11 утра. На одном зимнем плавании спортивные события в Нефтекамске не закончатся. Вместе с Олегом Гарифулиным компания Уфанет планирует начать марафон спорта. В перспективе нас ждет еще скандинавская ходьба, фитнес-челлендж. Здесь же будет прохладиться кубок по бодибилдингу Республики Башкортостан в этом году. И все это вместе мы завершим праздником, большим праздником спорта в городе Нефтекамске со всеми нашими партнерами. Полгода спорта в городе Нефтекамске. Субтитры сделал DimaTorzok Я имею трагматический пистолет, на который имею разрешение РОХА. Суть своего мдра. Гарик, что делаешь? Добро. Добро? Добро. Медвеж 네. Субтитры создавал DimaTorzok